Дорогие братья и сестры и друзья, в продолжение нашего служения мы будем читать Библию, размышлять над Словом Божьим и я хочу, чтобы мы прочитали 11 стих 31-го псалма и 1 стих 32-го псалма, потому что там одна и та же мысль продолжается. Итак, 11 стих 31-го псалма и 1 стих 32-го псалма, здесь написано так, веселитесь о Господе и радуйтесь праведной, торжествуйте все правые сердца, радуйтесь праведной о Господе, правым прилично словословить. Вы знаете, братья и сестры, что Библия является Словом Божьим и ни одного слова здесь нет без значения, да? Если мы считаем это специально, значит в этом есть какой-то глубокий важный смысл и со страниц своего Слова сегодня к нам, к нашему сердцу говорит Сам Господь. Вы знаете, о радости, о радости в Боге, о радости того, что мы знаем Бога, Библия говорит очень много. Помните, братья и сестры, когда Господь Иисус Христос воскрес, мы это читаем в 28-й главе Ивангелия от Матфея, первое слово, которое Он сказал, явившись к ученикам, когда они были вместе, это было слово «радуйтесь». Апостол Павел в послании филиппийцам в 3-й главе говорит «радуйтесь о Господе». Этот же апостол в 1-м послании филиппийцам говорит «всегда радуйтесь». И в Библии мы находим то, что верующийся лове действительно искренне может радоваться. И обратите внимание, что Дом Божий, да, или Церковь Иисуса Христа, то место, где мы вместе сыграемся, это место, где мы можем вместе, искренне возрадоваться. Это место, где мы также можем искренне вместе и с этого о чем-то. Да, друзья мои, мы на время можем забыть все свои заботы, переживания, хлопоты, скорби. Единым сердцем возрадоваться от Господа. Когда-то в древние времена, во времена священника Ильи, Анна, в Доме Божьем сетовала о том, что ее потесняла ее сопернице, но и не было детей. Она сетовала в Доме Божьем. И Бог услышал, что он молитвы его здание. Когда-то второй израильский царь Давид, когда переносил Божий ковчег, искренне ликовал тому, что он знает Бога, что Бог использовал его для славы своей и тоже, и он в отличие от Амир радовался. То есть, то место, где присутствует Бог, да, то место, где мы Ему поклоняемся, это место радости, место святого Бога. И вот обратите внимание, друзья, да, что говорит данный библейский текст, который мы вначале прочитали. Кто может радоваться? Кто может радоваться о Господе? Может ли о Господе радоваться тот, кто не знает Его? Нет. Может ли искренне своростовить Бога тот, кто не примирился с Ним и не уверовал в Него? Нет. Знаете, здесь такая поговорка, в сердце не прикажешь. Если в сердце не живет Святой Дух, и Дух человека не ликует о том, что Бог его славит, и так он может радоваться. Он может сделать на лице улыбку, может посмеяться, но он никогда не будет радоваться так, как может радоваться верующий человек. Потому что мы прочитали, радуйтесь правой Бога Господи, радуйтесь все правые сердцем тех, кто, как бы, облезно говоря, как мы понимаем, святого тексту, знают Его и служат Ему. Могут радоваться праведные, могут радоваться ученики Иисуса Христа, радоваться именно о Боге. Неверующий человек не имеет такой радости. И знаете, друзья, мы сегодня живем в такое время, да, в таком мире, где индустрия развлечений настолько развита, настолько работает, да. И разные развлекательные программы. И разные, знаете, люди, кто профессионально занимаются тем, что вот веселят публику, юмористы. Сегодня настолько много вот этой вот мирской радости, да, радости ненастоящей, радости фальшивой и пошлые анекдоты. И разные, знаете, вот разные вещи, которые сегодня очень веселят мирского человека, ему весело. Я вот размышлял этим и думал, а зачем это нужно, а? Почему сегодня лукавый, так, знаете, веселит мир? Почему сегодня столько много хохота, смеха, да, люди соединительные вот радуются. Но является ли это та радость, о которой говорит Библия? Настоящая радость. Радость о Боге. О Боге есть. Нет. Я думаю, что одна из причин, для чего это все происходит, чтобы ответить человека от самого главного. Чтобы человек забылся и не думал о смерти. О том, что рано или поздно, а здесь не есть Бог, да, как люди сегодня верят или не верят, надо пристать перед Богом. О том, что, извините, жизнь очень короткая, что-то будет дальше. Лукавый сегодня хочет ответить человека от самого главного. От размышлений о смысле жизни, от размышлений о спасении души, от размышлений о Боге. И, знаете, друзья, да, сегодня в мире много радуются людей, да. И много людей радуются, смеются, расселятся, которые не знают Бога. Если есть такое выяснение в нашем собрании. Знаете, друзья, что вам рекомендуют Писание? Писание рекомендует вам лучше сетовать и лучше плакать. Писание говорит вам покайтесь. И только тогда, когда вы примиритесь с Богом, вы познаете шепотную радость. Радость настоящая, полная. Радость искренняя. Радость глубокая. Радость знания Господа. Не та фальшивая радость, не настоящая, которую вы испытывали до этого. А радость, которой может быть только у верующего человека. Того, кто знает Господа, как личного спасения. В 16 главе книг Деяния Апостола мы читаем такое, в 34 стихе, что темничный страж, который уверовал в Иисуса Христа, написано, «возрадовался всем домом своим, что уверовал в Бога». Вот это радость. Настоящая радость. Радость, которую никогда не испытывал человек до этого. Знаете, я помню, я тоже был очень радостным человеком. И в свое время у меня тоже было много радости. Радость, когда мне в военном билете поставили печатать. Тогда я служил два года, и я поехал домой. Два года не видел родных и близких. И помню, я очень радовался. Я радовался тому, когда родился у нас сын. И много-много было радости. Но поверьте, друзья, той радости, которую я испытал, уверовав в Иисуса Христа, и покаявшись перед Ним, я доселе никогда не испытывал. Я понял, что в принципе, я никогда не радовался по-настоящему. Потому что радоваться по-настоящему всем сердцем, всей душой может только тот, кто знает Бога. И он радовался о Господе, с которого уверовал. Вы знаете, друзья, у всякой радости должна быть причина, да? И говоря о христианской радости. О радости, которую имеет тот, кто верующий человек, необходимо сказать о своей духе. Вы знаете, что такое вот наше сегодняшнее богослужение? Мы вместе собрались, нас примерно, может быть, 900 человек, может быть, меньше, больше, да? И сегодня вместе мы вот поем, молимся, слушаем проповедь, да, и то, что нам читают из Библии. Ну, что все, в принципе, это такое, да? Друзья мои, всякое богослужение – это суть преддверия неба. Потому что, когда мы вместе поклоняемся Богу, Он по-особенному близок к нам, и Он по-особенному работает Духом Святым в наших сердцах, и дает нам утешение, коллег духовку, дает возможность нам почувствовать себя в преддверии неба и того небесного царства, которое, членами которого, или гражданами которого мы уже являемся. И которое скоро придет и будет установлено на эту землю. Мы в Духе ощущаем эту близость этого царства, когда мы вместе поклоняемся Богу. Потому что именно этим мы будем заниматься в Царстве Небесном. Будем славить Бога вместе, будем поклоняться Ему, и единым Духом, да, с праведниками святыми, как Хрилл Заветов, с Петром, Павлом, поклоняться нашему Господу и Иоскопителю. Помните, братья и сестры, что сказал апостол Петр на горе Преображения, когда он почувствовал вот это вот явленное Ему тогда, да, Царство Небесное, когда явились и леи ему из них, когда лик Иисуса изменился, и одежды стали Его белыми, как снег. Помните, что сказал апостол Петр, когда все это наполнило его, и он стал свидетелем этого, что он сказал, Господи, хорошо нам здесь быть. И вы знаете, мы сегодня также можем сказать, Господи, хорошо нам здесь быть, хорошо. Потому что мы в какой-то степени святых в Тереверии не будем. И мы сегодня поэтому, братья и сестры, радуемся. Мы радуемся также тому, что Бог, поговоривший мир, мир великий Бог, оказал нам великую милость, потому что Он снизошел к нам и приблизился к нам. Сегодня мы, я имею подместное мнение, мы, подразумеваем всех, кто примирился с Богом сегодня в нашем собрании, знают Господа, все друзья мои у Бога на особым счету. Потому что Библия говорит, что Он знает нас по имени, каждого из нас. И Библия говорит, что и даже волосы у нас на голове все сочтены, да, нам порой кажется, что мы одни, вот особенно, когда у нас случается беда, или скорбь, или горе, им кажется, Господи, ну, сейчас так нужна Твоя помощь, Твоя близость, где Ты, Господи, помоги мне. Друзья мои, Бог всегда с нами. И Он знает нас по имени. И обратите внимание, да, братья и сестры, что до того, как мы надеялись на этот мир, до того, как мы стали жителем этой земли, Он уже знал нас, так говорит Библия. Он от вечности видел нас. И в 138-м псалме написано, что, когда я был созидаем в утробе матери, Ты видел меня. И в Твоей книге уже были написаны все дни для меня назначенные. Ты видел меня. Ты знал меня. И Писание говорит, что Он, до того, как мы пришли в этот мир, знал о нас, что мы родимся, придем и в свое время услышим проповедь Евангелия и не останемся равнодушными. Мы откликнемся на этот призыв и станем его детьми. Это удивительно. И как, братья и сестры, нас разумеет все это, нам не радоваться о Господе, о Лейком Боге, в Которого мы уверовали и Которого сегодня с нами. Друзья мои, так нам не радоваться, когда мы едим, едим мы или работаем, или спим, или что-либо делаем. Он всегда с нами. Потому что Он бодрствует над Своими людьми. И Свои люди, Его люди, на восходящем Богу Господа. И обратите внимание, да, братья и сестры, что Он, пребывая с нами, умудряет нас, останавливает нас, докадая опасность греха. Мы постоянно чувствуем присутствие Его Духа в нашем сердце. Обличает нас и наказывает нас. Он всегда с нами. И обратите внимание, что тот, кто с ним обладает, да, тот, кто с ним сотворил, не прошел мимо нас. Многие люди сегодня известные, знаменитые, состоятельные, да, они никогда не будут интересоваться вашими проблемами, нуждами. И никогда не будут дружить с вами. Но тот, который сотворил этот мир, тот, кто всем обладает, не прошел мимо нас. И сделал нас своими детьми. Мы сегодня живем во времена, знаете, великого равнодушия. Сегодня сегодня люди очень эгоистичные. Думают обычно только о себе. Но Бог не прошел мимо нас. Он не забыл нас. Он склонился над нами. И Он спас нас, когда мы покаялись. Помню, например, мытаря Сапхея. Сегодня брат Алексеев говорил нам об этом примере. Брат, прошу прощения, я извиняюсь. Брат Владимир нам сегодня говорил уже о мытарях вначале. И Он напомнил нам о том, кто были эти люди. Вспомните, братья и сестры, что случилось с этим Захеем, да, который был, может быть, самый отвратительный человек в городе Ерехоне. Самый ненавидимый всеми, да. Самый отверженный. Хотя он не был бедным человеком, да, но он был предателем. Он был преступником, он был грешником. И вот Господь заходит в этот город, и Он смотрит на эту шмаковницу и говорит, Захей, сойди. Захей, я хочу быть сегодня у тебя в доме. И мы думаем, ну, как прекрасно, да. Что этот человек, может быть, самый грешный человек в этом городе, он не остался незамеченным. Бог унил его, его сердце, и Он знал его, и Он назвал его по имени. Вы знаете, нечто подобное произошло с каждым из нас, кто знает Иисус Христа. Господь, проходя, да, видя нашу жизнь, сказал, назвав нас по имени Светлый Зимон. Я хочу жить у тебя в сердце. И вы знаете, может быть, некоторые из нас, подобно Петру, сказали, Господи, ну, я грешный человек. И я-то грешный человек. Ты хочешь иметь общение со Мною? Ты хочешь, чтобы я был твоим ребенком? Но я-то грешный человек. Господь сказал, я знаю. И именно поэтому я хочу жить у тебя в сердце. И именно поэтому я умер за тебя на Горгофском кресте. И именно поэтому сегодня я хочу простить тебя, омыть свои крови и сделать тебя новым человеком. Хочу, чтобы ты принадлежал от имени мне и служил Море. И как, братья и сестры, прекрасно. Он освободил нас по имени греха. И, знаете, не только приблизился к нам, не только спас нас, но, Дубинно Горисович, назвал нас своими друзьями. И он стал нашим Небесным Отцом. Радуйтесь, праведный, о Господе. Праведным прилично словословить. Знаете, друзья, у нас, у верующих людей, есть надежда. Надежда на его постоянную помощь. Поддержку. Надежда на то, что Он, заботясь о нас, дает нам все потребное для жизни и благочестия. И сегодня, вы знаете, очень тяжело жить без надежды. Ведь почему сегодня, как я уже говорил, так сегодня, знаете, вот висит мир, да? Так сегодня, вот, отвлекает его от самых главных вопросов, для чего я живу. Что будет со мной после смерти, если Бог, если Он есть, что Он хочет мне сказать, да? Сегодня отвлекает людей, которые, в этом, ложным весельем, да, ложной радостью, ненастоящей, временной и проходящей. Почему? Потому что человеку очень тяжело жить без надежды. Извините, как человеку жить с надеждой, если он не знает Бога? Если все человеческие стремления, желания и цели обрываются врагом по имени смерти. О какой надежде можно говорить? Но у верующего человека есть надежда. Потому что Господь обещал всем, кто уверует в Него, в вечную жизнь, воскресение мертвых. Помните, как сказал страдали Циоф во время таких вот сильных эмоциональных переживаний и того горя и беды, которое случилось в Его доме, с Его семьей и лично с Ним? Он сказал, что, я верю, что моя распадающаяся плоть, он был поражен, да, что ему ударом на пункте, да, она будет восстановлена. И он тогда говорил, когда еще не было Моисея и Закона, да, когда еще не были явлены прекрасные заповеди Божьи. Он говорил, я верю, я знаю, Искупитель мой жив, это слова Ио. И поэтому, если мы в радости говорим, да, мой Искупитель жив, а значит, живы Его обетованы. А Он обещал всем верующим в Него, и жизнь в вечную, как мы вспоминаем, в 3 главе Евангелия и от Иоанна. А всем верующим в Него даровал жизнь в вечную. Понимаете, друзья, Искупитель мой жив, да, и с каждым днем, как сказал великий реформатор Жил Гальдин, с каждым вздохом мы приближаемся к смерти. Но я имею надея на нас, в последнее время, на то, что Бог нам обещал, мы не боимся к смерти. Только христианин, только верующий в Бога человек не боится ее приближения, потому что со смертью его жизнь, его бытие не заканчивается. Потому что со смертью начинается только действительно настоящая жизнь, вечная жизнь и вечную радость. Да, с каждым вздохом мы приближаемся к смерти. Но мы радуемся этому, потому что Бог даровал нам без речи. И на земле, братья и сестры, поверьте, да, и друзья, мы живем так мало. Сегодня многие люди, которые не знают Бога, которые не примирились с Богом, вы знаете, живут так, да, или может быть, хакаджи так, как будто они проживут тысячу лет или целую вечность. Но давайте мы честно посмотрим на то, что является наша жизнь. Настолько ли она длинна, и настолько ли нам нужно вот только цепляться за эту временную жизнь и пытаться в этой временной жизни, да, достичь какого-то огромного материального благополучия и чего-либо, либо и при этом в достижении этих целей забыть о самом главном, о своей душе и о спасении. Вот представьте себе, друзья, да, что человек проживет на земле 80 лет. Это немало, да, так говорит Библия, это, в принципе, нормально, да. Даже если это будет так, а мы знаем, что многие уходят раньше, да, это всего лишь 960 месяцев, даже тысячи лет, представляете, как это мало, братья и сестры. Друзья, 960 месяцев, если вы проживете 80 лет. Это всего примерно 29 тысяч дней. Даже 30 тысяч лет, представляете? Ну, скажите, это много, друзья. И так много, друзья, здесь. Так временно, так погодя все, да. Ну, представьте себе, да, что из этих 80 лет, ну, какой-то период детства, да, ну, это как бы неполноценная такая взрослая жизнь, какой-то период старости тоже уже жизнь не вполне полноценная. Но если взять в расчет, что, в принципе, активная, такая нормальная полноценная жизнь на земле 45 лет, то это всего 540 месяцев, представляете, друзья, это всего 16 тысяч дней. А если еще взять в расчет, что мы одну треть нашей жизни спим, то получается 11 тысяч дней, чуть меньше. Ну, скажите, это много, друзья. Много это, нет? Это очень мало. А Господь сказал, вясь в воскресенье и жизнь. Верующие в Меня, если в Ему врату живет. Вы знаете, пробегут эти дни на земле, и для верующих в Бога, для знающих Господа, остановится время, и начнется ревность. Вечность, куда мы все с вами, братья и сестры, стремимся, вечность, где мы будем с Богом с нами к Его и всегда поклоняться Ему. Скажите, после этого есть причина для радости? Или нет? Не братья и сестры, а братья и сестры? Есть причина для радости. Потому что великий и истинный Бог. Это наш Бог. Это наш Спаситель. Это живой Бог, который действует в истории человечества, который действует в нашей жизни, который знает нас по имени, который спас нас и оправдал, и подарил нам жизнь, вечную через веру в Господа Иисуса Христа. Дорогие друзья, кто сегодня этого не имеет, кто сегодня не примирился с Богом, кто сегодня, все из вас, да кто, если даже бы захотел, но не может порадоваться о Боге, потому что это не ваш Спаситель, он не ваш Бог, мы с ним не примирились, он ваш судья сейчас, он не ваш Отец. Друзья, если вы хотите сегодня обрести эту истинную радость и порадоваться о Боге Вечном, вы можете это сделать. Бог Вечный требует от вас покаяния, потому что вы грешны. И он говорит вам, что Господь Иисус Христос умер за вас на Римском, на Геодовском кресте, и сегодня этот Господь, ради этого Господа вам может быть даровано божественное прощение и дар вечной жизни. Прежде чем закончить и сказать, родители, братья и сестры, я хочу прочитать несколько стихов из 138-го псалма. Для того, чтобы мы могли вновь и вновь увидеть и ободриться, да, и порадоваться тому, что мы имеем в веруя в Господа. И какие отношения у нас с Ним, и каким образом действительно Он построил его близок к нам. Посмотрите, друзья, что здесь написано. Господь, Ты испытал меня и знаешь. Ты знаешь, когда я сажусь и когда встаю. Ты разумеешь помышления мои издали. Иду ли я, отдыхаю ли, Ты окружаешь меня. И все пути мои известны Тебе. Еще нет слова на языке моем. Ты, Господи, уже знаешь Тего совершенно. Сзади и спереди Ты объемлешь меня и полагаешь на меня руку Твою. Дивно для меня видение Твое. Высоко не могу постигнуть его. Куда пойду от Духа Твоего и от лица Твоего куда убегу? Зайду ли на небо? Ты там. Зайду ли в преисподнюю? И там Ты. Возьму ли крылья зари и перенесусь на край моря? И там рука Твоя поведет меня и удержит меня десница Твоя. Скажу ли, может быть, тьма сокроет меня и свет вокруг меня сделается ночью? Но и тьма не затмит от Тебя. И ночь светла, как день, как тьма, так и свет. Ибо Ты устроил внутренности мои и соткал меня в очлеве матери моей. Славлю Тебя, потому что я дивно устроен. Дивны дела Твои, и душа моя вполне осознает это. Не закрыты были от Тебя кости мои, когда я созидаю и был втайне, образуем во глубине утробы. Зародыш мой виден и очи Твои. В Твоей книге записаны все дни для меня назначенные, когда ни одного из них еще не было. Как возвышены для меня помышления Твои, Божие, и как велико число их. Стану ли исчислять их но они многочисленные песка. Когда я пробуждаюсь, я все еще с Тобой. Веселитесь на Господе и радуйтесь праведным. Поржествуйте все праведные.